Один из отелей, который мы сегодня посмотрим, это будет отель Посейдон, который находится в самом центре европейского квартала, в 100 метрах от моря и буквально в 30 метрах за углом от нашего ресторана Маринелли. Друзья, я напоминаю, что все наши подписчики получают комплимент от шеф-повара, так что мы вас ждем всегда! Отель из себя представляет 18-этажное здание и включает более 130 номеров, а также здесь есть открытый бассейн. И сейчас мы все это с вами посмотрим. Менеджер решил нам показать две комнаты, одну стандартную и одну VIP будет комната. И первое, с чего мы начнем, это комната Deluxe, номер ее 1101. Так, сегодня я хочу начать обзор по порядку, чтобы не бегать по комнате. И первое, что мы видим, это раковина, умывальник, чистые полотенца. И здесь душевая кабина, очень чистая, приятная, видно, что отель новый. Здесь уже уборная. Небольшая, просто уборная комната. Я на самом деле, когда только зашла, подумала, что там прозрачное стекло будет, но нет, здесь вот матовый такой цвет, все скрываем. И для девушек, что очень полезно, конечно, большое зеркало при выходе, когда вы оделись и сразу можете с собой полюбоваться. И напротив сразу шкаф, огромный просто шкаф, сейф, халаты. И дальше пойдемте посмотрим комнату. В этой комнате у нас две односпальные кровати, то есть даже не полуторки. Это номер не более, чем для двоих людей. Сразу видно, что отель новый, потому что хороший, чистый, свежий ремонт и довольно-таки современный. Видно, что это хорошая комната Deluxe формата. И давайте посмотрим, какой у нас вид на балконе. Так, ну что бросается сразу в глаза? Это горы. Это очень красиво. Здесь будет закат, и вы сможете его встретить на балконе. Старый аэропорт, дам уже новый район у нас идет. И напротив два отеля. Я смотрю, нам даже машут с него, с крыши. А сейчас мы поднялись уже на 17 этаж, где нам покажут комнату типа VIP Double. Посмотрим, что же это за комната. Мне самой очень интересно. Номер ее 1709. Пойдем. Здесь тоже я начну по порядку. Вау, какая здоровая комната. Огромный шкаф. Ну, разумеется, что он такой и будет, потому что это дабл комната для семьи. Большой, скорее всего. Я не буду его уже открывать. Там, я уверена, и халатики, и тапочка, и сеть все есть. И что сразу хочется отметить в этой комнате, она очень светлая за счет панорамных окон. Вид с которых открывается на море. И действительно, здесь уже видно море довольно-таки хорошо. Видно и соседние отели. Но первое, это, конечно, море, рассвет, красота. Я бы назвала эту зону гостиной, потому что места очень много. Площадь этого номера прям зашкаливает. Здесь такой диванчик уютный, столик, журнальный, телевизор, где вы сможете спокойно расположиться, посмотреть. Футбол, например. Ну, прям очень много. И я хочу посмотреть, что у нас с балконом. Какой вид. Так как номер находится на 17-м этаже, то есть мы поднялись еще выше, горы, кажется, объемней. И даже ближе немного. Что бы еще хотелось отметить в этом номере, так это площадь балкона. По сравнению с предыдущим номером, он кажется огромным. Вот смотрите, я все это время иду по балкону. И я сейчас пройду обратно, чтобы вы убедились. И это все один балкон. А теперь давайте посмотрим спальную зону. Кровать в этой комнате просто огромная. Сказать, что она двухспальная, не сказать ничего. Ну, я не знаю, 2 на 2, наверное. Ну, такое гнездышко для парочки. И что бросается в глаза, это вот стойка. Я так предполагаю, что здесь должен был быть телевизор. Либо он идет как дополнительно, либо его решили переместить все-таки в гостиную зону. И помните про балкон? Я говорила, что он больших размеров. Так вот, выйти на него можно даже из спальной зоны. А теперь давайте перейдем к ванной комнате, потому что она достойна отдельного внимания. Что сразу бросается в глаза? За наличие двухместной, хорошей, большой ванны. И я так подозреваю, что здесь такие дырочки мелкие, это для массажа. Ну, грубо говоря, как джакузи сделано. И если сравнивать, опять же, с предыдущей комнатой, здесь такие же 2 кабинки. В одной из них душевая кабина, а в одной уборная. И давайте посмотрим, что еще есть в этом отеле. Сейчас мы поднялись еще выше, уже на 18 этаж. И здесь расположился тренажерный зал. Он сам по себе небольшой, но довольно-таки современный. Бар, где вы сможете посидеть, выпить коктейли, возможно, даже заказать сюда еду. И бассейн сам по себе, он небольшой, но с очень хорошим видом. А сейчас мы спустились на второй этаж, где находится ресторан. Сам ресторан большой по себе. И видно, что он чистый, ухоженный, современный. Здесь около 150, наверное, мест. То есть он вместительный. И это первый отель, который решил нам дать такую небольшую взятку в виде обеда. Нам вот креветки таким интересным способом приготовили. И готовят, наверное, до сих пор какие-то рыбные котлеты. Приятно, что я могу сказать. Приятно. Очень забавная только что получилась ситуация. Мы такие на радостях подумали, что это нам приготовили как угощение. На самом деле это просто ресторан решил показать, какие блюда они предлагают из меню. Но подача на самом деле действительно интересная. Поджигается это все при вас. Креветки разогреваются. Красиво. Ну а здесь вот просто такой дизайнерский подход к оформлению блюда. Отель Посейдон оказался очень современным, очень стильным. Мне он очень понравился. Кстати, ребята, кто отдыхал в отеле Посейдон, напишите, пожалуйста, свой отзыв. Посмотрим, насколько он совпадает с нашим обзором и совпадает ли ваше впечатление с нашими эмоциями. Итак, мы сейчас хотим вам показать супер пятизвездочный отель. Это отель Анамандара. Это единственный отель в городе, у которого есть собственный пляж и на который попасть не так просто. Здесь останавливалось огромное количество звезд вьетнамских, корейских, китайских. Ну и не просто так. Реально отель супер максимум лакшери. Для Вьетнама так точно. Сейчас мы вам покажем, что он может предложить. Поехали. Итак, наш первый номер Deluxe View. Это номер с видом на пляж, на море. Ну, сразу скажу, номер отличается от всех тех, которых мы были. Потому что это, во-первых, вилла, а не просто номер. Здесь потолок деревянный. И, блин, очень... О, смотрите, какой вид. Первое ощущение, это то, что ты находишься реально в пятизвездочном отеле. У тебя стоит кровать, у тебя стоит терраса. И сразу вид на пляж, на остров. Но ощущение реально, ты в пятерке. Это вообще без всяких сомнений. Я не знаю, как тут можно придраться к этой комнате. Но немножечко поподробнее давайте пройдемся. Все сделано в таких мягких тонах. Все уютненько. Чем-то напоминает отель на Бали. Мы когда-то с Катей давно были. Что-то похожее где-то в какой-то интерпретации. Но не похоже на все те номера, которые мы присутствовали ранее. Ну, мы не будем рассказывать про, очевидно, стандартные вещи. Мини-бары, понятное дело. Там кола, фанта, шоколадки. Все здесь, какие везде присутствуют. Прикольно то, что, когда вы заезжаете, Я так думаю, каждое утро меняют. Был у нас уже такой опыт в подобных отелях. Фрукты всегда утром приносят. Это бонус. Ванна это просто нечто. Смотрите. На первый взгляд кажется, что комната небольшая. Тут стоит умывальник, уборная. Но фишка в том, что душ и сама ванна находятся на улице. И это вообще как отдельная зона. По ощущениям, как будто у тебя свой мини-бассейн на улице. Вообще, очень атмосферно. Очень странное ощущение, потому что я живу в Нячанге. И я сейчас нахожусь тоже в Нячанге. В самом сердце практически. Буквально в 30 метрах, даже в 20 метрах от нас. Улица Чанфу, где огромное количество отелей друг на дружке. А здесь ты как будто в другом измерении попадаешь. Сейчас мы пришли уже во второй номер. Я буду вам его показывать. Тип этого номера Garden View. То есть с видом на сад. Но на самом деле тут и море видно. Поэтому можно сказать и сивью частично. Пойдемте. Сразу что может броситься в глаза. Это огромная кровать. С вот такими вот шторами вы можете создать более романтичную обстановку. И этот номер, хочется сказать, что он для молодожен. Потому что все к этому располагает. Такая романтичная обстановка. Мебель. Ой, мебель. Боже, здесь безумный запах. Мебель новая. Все в современном стиле сделано. Телевизор. Ну, опять же, стандартный у нас набор. Есть комплимент от отеля в виде фруктов, конфеток. Что тоже приятно. Чай. Вот, я так понимаю, это все бесплатно. Ну что ж, давайте посмотрим ванную комнату. Потому что я уже краем глаза вижу, что там нас тоже ждет что-то очень интересное. Ванная довольно-таки просторная. Видно, что над ней поработал дизайнер. Сама ванна. У меня нет слов. Такого я не видела. Есть в каких-то отелях свои нюансы, которые мы до этого не видели. Но такая ванна встречается мне впервые. Вообще, в принципе, где бы мы ни путешествовали. Это отдельная зона, отдельная комната специально для ванны. Она просто огромная. Она как джакузи. Здесь есть и душ, и сама ванна. И ванна сделана из камня. Я прям захотела ее набрать и искупаться. Потому что, ну, это очень классно. Знаете, что еще нравится мне в этой комнате? Если сравнивать с предыдущими номерами, которые мы все посмотрели, абсолютно со всеми. Здесь высокие потолки. Не на уровне двух метров, а прям высокие и как крыша домика. И за счет этого больше воздуха, больше пространства. Ты чувствуешь себя свободно. И я уверена, что сон здесь просто невероятно сладкий. Сейчас мы находимся в одном из ресторанов. Первый ресторан находится возле ресепшена. Там завтракают люди. Система шведского стола. Здесь уже ресторан а-ля карт. Находится он рядом с одним из главных бассейнов этого отеля. Как я тебе сказала, уже есть два бассейна. Вот за нашей спиной это основной. Он самый большой на территории, с видом очень красивым. Но есть еще второй бассейн. Он поменьше, но он находится в центральной части гостиницы. То есть недалеко от ресепшена. Чтобы вы территориально ориентировались. Я бы купался бы утром там, вечером здесь. Между двумя бассейнами находится спа, где вы сможете расслабиться. Территория очень классная. Мы сейчас прогуливаемся. Играет легкая музыка. И вот такие вот беседочки здесь есть. Где вам и делают массаж. И наша атмосфера очень крутая. Что же касается всей территории отеля. Она очень большая. И здесь есть вечером, где просто прогуляться. Даже выйти на пляж. На территории есть два бассейна. Два ресторана. Теннисный корт, которым вы можете воспользоваться, если вы являетесь гостем данного отеля. Спа-центр. Помнишь, площадка для медитации. Йоги. Вот эта вот вся тема. И она расположена в очень удачном месте, потому что как раз на рассвете можно спокойно помедитировать. Здесь есть и детская игровая зона, куда вы можете спокойно отдать своего ребенка. Он будет занят, пока вы плаваете в бассейне. Ну, в общем, вот такой вот отель Анамандара. И сказать в целом можно только одно. Это реально пятизвездочный отель, в котором можно провести потрясающее время. А мы отправляемся дальше.